Два витка вокруг Земли за 205 минут в автоматическом режиме и посадка на космодроме Байконур. Этот полет советского космического корабля «Буран», который был выведен на орбиту при помощи ракеты-носителя «Энергия», вошел в Книгу рекордов Гиннесса. Большой вклад в этот проект внесли куйбышевские инженеры с завода «Прогресс». В преддверии Дня космонавтики в Самарском государственном колледже сервисных технологий и дизайна прошла встреча учащихся с работником завода Николаем Казаковым. В то время он принимал участие в создании и испытании космической системы «Энергия Буран», за что и удостоился звания Героя Социалистического Труда. За профессионализм Николая Ивановича наградили Орденом Трудовой Славы Третьей Степени, Орденом Ленина и многочисленными медалями. Во время работы над проектом приходилось в буквальном смысле жить на работе, вспоминает Казаков. Работа была интенсивная, напряженная и не зря. Вы понимаете, не зря все это было. Мы произвели в 87-м, 15-го мая запуск энергии с макетом, а 15-го ноября 88-го года произвели запуск уже с Бураном. Вот. Это было нечто фантастическое. Студенты колледжа тепло встретили героя сегодняшней встречи. С большим интересом слушали истории об уникальном проекте и вместе с рассказчиком заглянули за кулисы космической отрасли. Это очень значимое событие для нашего колледжа, потому что такой важный человек для истории появляется в наших стенах. У нас есть шанс с ним побеседовать, поговорить. Встреча с героем проходила в рамках проекта «Разговоры о важном». Он стартовал во всех учебных заведениях страны в сентябре 2022 года и направлен на гражданское, патриотическое, нравственное воспитание и просвещение подрастающего поколения. Эти встречи позволяют нашим студентам узнать о таких вещах, которые, может быть, не прочитают они в интернете. Потому что живое общение – это всегда общение, которое позволяет открыть новые горизонты, понять что-то новое. Подобные встречи со знаковыми персонами города проходят в колледже на регулярной основе. Галина Топилина, Игорь Казановский. События.